Всем привет! Сегодня у нас такая вот небольшая по размерам, но достаточно интересная посылочка. Ножом, кредиткой уже совершенно никого не удивить. Но тем, что находится здесь, это тоже связано с кредиткой. Удивить! Давайте же вскроем и посмотрим, что здесь. Так, посмотрим, как здесь все дело упаковано. Вот такой вот здесь. Вот так вот упаковано. В принципе, достаточно неплохо. Хотя бы, хоть что-то есть, да, потому что многие просто коробочку засовывают вот в этот вот пакетик, который ничем не защищен. А тут хоть немножечко, но защищен. И даже не немножечко, а коробочка вроде как должна была не пострадать. Здесь мы видим вот такую вот маленькую коробочку. Если бы я не указал в название, то вы, думаю, даже не догадались бы, что здесь находится. Вообще на какую-то книжку похоже. Но здесь уже написано картфон, то есть это телефон, кредитка, да-да. Такое китайцы тоже придумали. И у нас сегодня такое на обзоре. Давайте же посмотрим. Ух ты, он очень маленький этот телефон, даже меньше, чем я думал. Сама вот коробочка. Вот давайте коробочку сравним с моим телефоном. Вот, коробочка меньше, а вот сам телефон. Ну, прям очень маленький, вот. Можем сравнить. Просто насколько он меньше, и просто он, ну, как будто бы ничего не весит. Ну, коробочка выглядит очень даже презентабельно, да. То есть здесь такой вот USB кабель, не самый дурацкий, не самый плохой. Хоть и очень короткий. И также небольшой, как я понимаю, даже не руководство пользователя, а вот такая вот картонка. То есть этим телефоном даже без всяких руководств пользователя может любой начать пользоваться. Ну, что касается, как выглядит телефон. Здесь у нас такой типа под кожу, как на Самсунгах последних. Снизу мы увидим разъем под сим-карту. Давайте посмотрим. Здесь должен быть микросимка. То есть не обычная симка, а микросимка. Потому что телефон маленький, наверное, симку полноценно уместить было трудно. Никаких здесь ничего нет. Сверху тоже ничего. И снизу только разъем microUSB. И, как я понимаю, клавиша включения. Спереди все выглядит вот таким вот образом. Клавиши, динамик и вот здесь вот микрофон. Русских букв здесь нет. Сайфон стоит очень дешево. Давайте попробуем включить. Посмотрим, включится, если это включение. Или, возможно, это типа блокировки. Ну, не знаю. Давайте, возможно, вот этой клавишей он включается. Или, возможно, он разряжен. Давайте, сейчас я подзаряжу его и вернусь к вам. Мне даже не пришлось его заряжать. Я просто, оказывается, здесь поставил в OFF режим. То есть, выключенный. Я поставил вон, то есть, включил. И нажал уже здесь клавишу включения. И, как видите, все включилось. Вот так вот здесь все выглядит. Экран очень маленький, монохромный. И так вот здесь выглядит рабочий стол. В принципе, время, дата, заряд батареи, сеть, меню и коннект. Клавиша. Вот так вот здесь все набирается. Удобно. Жаль, что нет русских букв. Но, думаю, это не такая большая потеря. Так, что здесь в меню? Здесь фонбук. Давайте быстренько посмотрим, есть ли русский язык. Здесь у нас, наверное, где-то здесь. И вот, language. И давайте посмотрим, есть ли здесь русский язык. Думаю, что нет. Хотя языков здесь много. Нет, есть даже русский. Круто, действительно. Такой вот телефон. Давайте теперь заново посмотрим на меню. Телефонные книга, сообщения, центр вызовов, установки, настройки. Btm Music. То есть, можно каким-то образом даже слушать музыку по Bluetooth. А, наверное, передавать музыку, но флешку вроде как в него не вставляется. Так, что дальше? Радио и организатор. Будильник. Календарь. Вот так вот здесь выглядит календарь. В принципе, можно даже пользоваться. Калькулятор и всё. Также Bluetooth. А, так, я понял. Этот телефон можно также присоединить к вашему телефону. И этот телефон будет как второй телефон. И работать по Bluetooth тоже. HTC вроде бы раньше пыталась такую технологию сделать. То есть, к своим телефонам. Ещё давать такой вот маленький телефон, чтобы не доставать вот такую вот лопату, а вытащить такой вот маленький телефон и поговорить. Тоже очень прикольный плюс этого телефона. Так как стоит он, ну, очень дёшево. И такой ещё неплохой плюс, который, думаю, для многих тоже будет очень хороший. Ну что, больше здесь ничего нет. Вот такой вот очень простой телефон. Ну, как я уже сказал, он подойдёт просто в качестве второго телефона, который вам понадобится, ну, очень редко. Чисто позвонить. И, возможно, как-нибудь написать смс. В принципе, на английском это сделать тоже можно. Надеюсь, зарядку он будет держать достаточно долго. Вот у меня есть подобие кошелька. Покажу вам, что он туда вставляется очень легко. Так. И вот он сюда вставился. И никакого дискомфорта он не вызывает. Очень такой интересный телефон. Думаю, для многих он будет интересен. И выглядит очень круто. Видите, что здесь? Типа под кожу всё. Ну, выглядит действительно он круто. И, наверное, даже дороже своих денег, которые он стоит. И упаковка очень крутая. Вот такой вот у нас сегодня был распаковка и обзор маленького телефончика X6, который мне действительно понравился, которым я буду пользоваться. Буду сюда вставлять свою вторую симку, которой мне нужны чисто звонки. И всё. Вот такой вот мобильный телефон, который очень маленький. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет намного интересней. Всем пока!